Долгожданная встреча Я снова в Алубкинском дворце Голубая гостиная Уже несколько дней, находясь здесь Постоянно ждал, когда же я сюда приеду В эту мою, наверное, самую любимую Долгожданную кронинскую достопримечательность И когда сюда ехал, постоянно возникало желание Под сознанием увидит эту гостиную Тоже вспоминается, как впервые я сюда приехал Еще в середине 80-х годов В Алубкинском дворце было огромное количество народа Шли массовые экскурсии И вот меня тогда поразила эта гостиная Пожалуй, как ни один другой интерьер этого дворца Нигде, наверное, я не видел такой отделки Всякой видел Искусственный мрамор по золоту Натуральный мрамор в Западной Европе Вплоть до нашей интерной комнаты А вот такой отделки, казалось бы, вроде и простой По своему замыслу Но тем не менее уникальный по исполнению Я не видел больше никогда Никогда, нигде, где вот этими тончайшими Лепными гирляндами Были оббиты не только стены, но и потолок, и падуга Вот это постепенно как бы стены, переходящие в потолок Даже падуга здесь практически не различается Сотни различных цветков И вот я еще помню с юности, когда я здесь был Тогда еще в тем далекие 80-е годы Меня поразил один факт, когда я здесь сказал экскурсовод Что ни один цветок здесь не повторяется Это не какие-то отливки Это все сделано вручную Вообще весь дворец создавался, естественно, руками крепостных мастеров По проекту английского архитектора Эдуарда Блора И вот эта гостиная, которая впоследствии стала музыкальной Неким таким домашним концертным залом Она была исполнена крепостным лепщиком, Романом Фуртоновым Ведь крайне мало сохранилось имен крепостных А вот здесь, в Волокинском дворце, как ни странно Многие крепостные имена крепостных мастеров сохранились Меня тогда совершенно удивил этот факт Не только вот вся эта внешняя красота Но даже факт исполнения Что ни один цветок здесь не повторяется Гостиная поделена на две части И когда-то здесь была сцена Поднимался паркет Это единственный, говорит, полностью сохранившийся во дворце паркет Здесь устраивались представления И, конечно, отделка этой комнаты Действительно поражает своей легкостью С одной стороны, неповторимость этих цветочков С другой стороны, необыкновенная какая-то легкость, воздушность И вот удивительно, вот сила искусства Вот как тогда, когда я сюда приехал 20 лет, меня это поразило Вот так вот и сейчас, через многие-примногие годы Было желание, прежде всего, увидеть эту гостиную Всегда удивляли вот эти ракеры В отличие от, ну, очень до этого я всегда видел петербургские дворцы Там из окон, как правило, был виден либо Финский залив Либо какие-то парковые пейзажи Вот когда я сюда приехал первый раз, вот такой контраст Здесь вот из окон виднеются зубцы Айпетри С одной стороны, это английская готика Суровая, монументальная С другой стороны, вот эта вот южная, экзотическая природа И, как естественно, декорация вершина Айпетри Полюбававшись голубой гостиной, перехожу в еще один шедевр Алубкинско-Воронцовского дворца Зимний сад Очень мало где сохранились такие зимние сады Они много где были, но мало где сохранились А вот здесь, наверное, благодаря этому южному расположению этого дворца Этот сад полностью сохранился К сожалению, скульптур нету Но сохранилось вот это вот уникальное растение Всегда подчеркивают, что она совершенно уникальна для нашего климата Это чилийская рукария Их, наверное, только две здесь Одна растет в парке, прижилась как-то в климате А другую поставили здесь бочки В специальном климатическом режиме Вот уже 200 лет, со времен графа Воронцова Сохранились вот эти вот уникальные деревья Жду не дождусь, когда сейчас, осмотрев зало Лубкинского дворца Насладившись этой строгой готической архитектурой Наконец-то спущусь к Черному морю По знаменитой львиной лестнице